Виктор Мари Гего, один из крупнейших писателей французских, классик французской литературы, мировой литературы и хорошо известный, конечно, всем Виктор Гего. Это собор Парижской Богоматери, отверженный человек, который смеется. Основные произведения наиболее известные. Ну, что интересно, он всегда принадлежал к романтическому направлению, хотя с 30-х, я уже тут говорю, что поднимается реализм. Реализм в середине века будет основным течением. Тем не менее, Гего продолжал писать именно как романтик и показал художественную самостоятельность романтизма и состоятельность полную его. То есть, в принципе, он показал, что действительно можно в этом литературном, используя этот литературный метод, писать серьезные социальные романы, такие как Отверженный, это будет все актуально, люди будут это читать и так далее. То есть, он достойную конкуренцию Бальзаку составил совершенно, потому что лидером реализма был Бальзак у французов. Биография. Гего – сын генерала наполеоновской армии. Соответственно, у него детство проходило в наполеоновский период, 1802 года рождения. В принципе, вот Гего – это весь XIX век. Он в 1802 году родился и в 885 году умер. Вот он прожил весь XIX век со всеми его переворотами. Когда вернулись роялисты, он учился, ему было 15 лет, 14 даже, когда вернулись роялисты, и он учился в школе, в лицее. Уже с 14 лет он писал какие-то трагедии, то есть сразу у него были наклонности к литературе. Но, однако, господствовал роялизм тогда, консерваторы господствовали и ранний Гего – консерватор. Ну, какой он консерватор? Ему там это, 18 лет? Понятно, что то, что вокруг, то он и рифмует. Ну да, он писал в большом количестве всякие стихи заватников. В частности, выходил там такой журнал «Консерватор» католический и монархический. И Гего писал, значит, там издавал литературное приложение к этому журналу. Также он написал «Оду на смерть герцога Берийского», совершенно монархическую. Ну, король его заметил и начал его спонсировать даже от короля, от этого реакционера. В общем, в реакционные времена Гего тоже процветал, как и позднее в революционные. В 1923 году он написал первый свой роман «Ган Исландец». Тоже всё продолжаем анархистом оставаться и всё такое. Он в это время сотрудничает с романтиками, в 20-е доминируют романтики. Поэтому, да, он с этого времени принадлежит к этому методу, и романтизм он никогда не оставлял. Он, собственно, такой вот самый главный романтик-то французский получился. При том, что взгляды политически он поменял наоборот. То есть в основной период своей жизни Гюго известен как левый радикал, близкий местами и к социалистам. В 1827 год он написал пьесу «Кромвель» романтическую, которая, да, вызывала сильную критику, потому что в театре всё ещё классицизм господствовал, а пьеса «Кромвель» написана в духе Шекспира с полным нарушением всех принципов классицизма. Ну вот ещё 1924 год же Грибоедов пишет «Горе от ума» вполне по классицизмской схеме. То есть всё ещё 20-е это оставалось. Становится лидером романтиков. 1829 год – «Восточные мотивы» поэмы, где восхваляет борьбу Греции за независимость, весьма популярную тогда в Европе. Ну там привыкают к нему Шетабриан, Берлиоз, Лист, это композиторы романтики и так далее. То есть вот он кружок французских романтиков, в общем-то, возглавляет. 1831 год выходит роман «Собор Парижской Богоматери». По сути, по следам французской революции 1830 года. Вот там эти-то, которые бегают, восстают эти калашары. Это же всё он отражает то, что на улицах Парижа было в 30-м году, а не в Средние века. Вот на самом деле роман «Собор Парижской Богоматери» скорее про модерн, чем про Средние века. Ну вот где-то с начала 30-х он считается вождь французского романтизма, много пишет теоретических всяких работ. Ну и, собственно, такая неявная полемика между Гюго и Бальзаком. Бальзак возглавляет реалистов и Гюго-романтиков. Вот 30-е и 40-е они не конфликтовали, но фактически это два лидера противоположных направлений. Полемика между ними есть в произведениях и прямая тоже. В 30-е он пишет в основном для театра, он переходит на левые позиции после Июльской революции и даже чересчур левые, то есть он становится левым либералом ещё в 30-е годы. При этом он, кстати, постоянно рассказывает, что его преследовали при прежнем режиме. Ну, он уже в конце 20-х начал какую-то критику, его пьеса «Король забавляется» критическая по отношению к монархии была запрещена при всех режимах. В общем, была запрещена при режиме до 30-го и в 32-м году её запретили и при Июльской монархии. То есть он пишет очень критические пьесы, которые сплошь и рядом запрещаются даже правыми либералами, даже Луи Филиппом 30-х годов. Практически во всех пьесах у него конфликт между деспотом и каким-нибудь бунтарём. То есть у него абсолютно все пьесы в духе революционного романтизма. Каким образом он резко политические взгляды поменял, непонятно, но после 30-го года он левый, Гюко левый либерал и даже сильно радикальный. По сути, отверженный это анархизм, я буду анализировать в этом клипе позже. Но в пьесах тоже сплошняком там идёт. То есть основной конфликт это какая-нибудь власть жестокая и против неё какой-нибудь бунтарь. Ну он там по-разному решается, но однозначно, короче, власть все законченные говнюки, а бунтари однозначно все, так сказать, святые романтические герои. И это всячески обыгрывается. Говорю, вплоть до того, что запрещали его пьесы. При том, что он был серьёзный авторитет, признанный автор. В 1841-й год его выбирают во Французскую академию, несмотря на вот эти все запреты. Гюко выступает против смертной казни. В 1945-м году он становится пэром Франции, то есть он входит в парламент, ведёт политическую деятельность левого толка. В частности, он требует поддержки польской революции, поддерживает польских эмигрантов, которые все там были таким радикализирующим элементом на Западе. Требует, чтобы вернули Бонапартов на родину, на свою голову, то, что с Бонапартом он потом поконфликтует. В февральскую революцию 1948 года он поддерживает. Его выбирают члены очередного собрания, защищал свободу печати, отмену смертной казни и любой цензуру, любых ограничений. То есть конкретно в революцию 1948 года Гюго активный политик левого либерального толка. Его в 1949 году выбирают в законодательное собрание, где он стоит на левых республиканских позициях. Всеобщее избирательное право и так далее. В связи с этим в 1851 году происходит переворот Луи Наполеона. То есть приходит к власти Наполеон III. Это право либеральное и в то же время она антиреспубликанское. То есть они пытаются возродить времена Наполеона, но я потом подробно поговорю. Суть в том, что Гюго сражался на баррикадах против наполеоновского путча и бежал в Бельгию. То есть будучи левым радикалом, Гюго вынужден бежать в эмиграцию после прихода к власти правых во главе с Луи Наполеоном. В эмиграции Гюго занимается активно политической борьбой против этого Наполеона III. И там он еще больше левеет. Фактически в 1950-е годы Гюго практически на лево-радикальных позициях стоит. Помогал, естественно, Гарибальди, ближайший друг Герцена и тому подобное. Там у них широкие круги были эмигрантские в Европе, которые все там требовали и требовали демократии и свободы везде и во всем. В 1870-х год очередная революция во Франции. Гюго возвращается, его выбирают опять депутатом. После того, как Франция мир с Просией заключила, он вышел из депутатов и, в общем, потом находился все время в оппозиции. В 1876 году его избрали сенатором. То есть он хотя был и левый, и критиковал все эти правительства, у него был большой авторитет как писателя. Поэтому его все время выбирали, но это никак не влияло на его взгляды. Он был независимый, как известный писатель, и все время всех критиковал. Ну, в общем, что-то типа нашего Льва Толстого. Но во Франции был парламент, и Гюго этим занимался в парламенте. И его все время выбирали в парламенте, где он выходил и говорил, вы там все говно, свободы никакой нет, вы там всех предали и так далее. Гюго всегда выступал, чтобы Франция поддерживала все национально-демократические революции, которых дохрена было в Европе. И Италию, и Польшу. И всегда обвинял там, что вы тут сидите, а там бедных итальянцев пиздит, а вы тут что тут это самое, шары катаете и так далее. Вот в этом духе всегда выступал в парламенте. Умер в 1885 году, на 84-м году жизни от пневмонии, и на похороны пришел миллион человек. То есть вот несмотря на то, что в целом он был маргинальный, все-таки там умеренные либералы, как правило, были во Франции, но авторитет был огромный у него. И во многом он, авторитет Гюго поддерживал вот эти вот все радикальные идеи. При том, что художный метод уже, конечно, устарел. Уже с 40-х годов везде господствует реализм, а вот Гюго последний романтик. Ну вот такой вот яркий, такой вот последний романтик Европы. Произведения. Собор Парижской Богоматери кратко и отверженные подробнее буду. Ну да, основных таких известных. Собор Парижской Богоматери и отверженные. Еще очень много у него и пьесы, романов, ну вот эти вот самые-самые. Собор Парижской Богоматери, вообще говоря, первый исторический роман на французском языке. Есть поэтому влияние Вальтера Скотта, который вообще задал общую схему. В то же время новизна какая? Он пытается главным героем сделать храм, который в это время как раз собирались сносить. И в какой-то степени это вот эта вся романтическая готика тут вся соединена. Вот это еще, которое немцы задали, да. Вот это опора на Средневековье, какое-то время, когда господствовал дух. Вот это все на Гюго сильно влияет. Он там местами пересказывает Шлегелей близко к тексту. И вот это там представлено. Вот это романтика старых соборов. Это потом надолго вошло в атмосферу самой Европы. Вот эти все соборы католические, все такое. Тем не менее, весь сюжет просвещенческий. Поэт же основной герой. Поэт, по сути, это предвестник просвещения. Описан крах Средневековья. Вот мюзикл сделали Нотр-Дам-де-Пари, там еще и больше это все заострено. То есть, что тут описано? Что модерн победит Средние века. Что печатный станок уничтожит все вот эти Средневековые порядки, к которым страдают и погибают все герои. Герои гибнут в результате религиозных предрассудков, совершенно очевидно. Все. И кастовое общество Средневековое, оно губит всех героев. Несмотря на все их там устремления, большей частью благородные и романтические. Вывод какой? Современность это все победит. Написано в 31-м году как раз на новой волне революций либеральных в Европе. И поэтому совершенно все пришлось к месту. Что вот против этого Средневековья мы и начали восстание. Оно прекрасно там, привлекательно, романтично, но оно трагично. Вот такой некий Квазимода, который бьет в колокол. Ну вот он погибнет. Будут какие-то новые люди и другие памятники архитектуры. Построим какие-то некие другие храмы. Храмы науки там или еще что-то. И вот это там очень так ярко, романтически заостряется в этом романе. Ну самый такой серьезный считается Отверженные. Отверженный 1862 год написан. То есть это после поражения революции 48-го года в эмиграции. Это пишет уже законченный левый радикал Виктор Гюго. Уже, так сказать, депутат парламента много раз. Борец на баррикадах. То есть если Гюго пишет про баррикады, так он сам на них сражался. Вот об этом он и описывает, как там люди были настроены, какие были. То есть тут хотя и романтик, но во многом типажи реальные. Поэтому как бы иногда считается, что и реализм. Хотя общая схема, конечно, романтическая там. Двоемирие и все такое. Входит в список величайших романов 19-го века. Там может быть 30 таких основных романов, которые были в Европе и полностью отразили этот век, и Отверженные туда входят. Практически везде изучается в школьных курсах литература. Если в путинской России не изучается, то тем хуже для России. Да, должно изучаться, потому что это классика мировой литературы уже. Сюжет, я думаю, все знают. Поэтому в основном я буду про типажи героев. Хронологический период с 1815-го, то есть реставрация после Наполеона, до 1832-го. Для 1862-го года это историческое произведение. На самом деле исторический роман о Франции 1820-х годов, то есть о Франции перед революцией. И также захвачена революция, собственно, кульминацией это является восстание народа. А главный конфликт между кем? Между святым каторжником и гнусным полицейским, между Вальжаном и Жавером. То есть этот главный конфликт, он какой? Анархистский. То есть вот святой человек, так сказать, из народа, по сути преступник, да, отверженный. Само название-то о чем? Отверженные государством, отверженные властью. Так вот, отверженные властью они святые, оказывается. А представитель государства Жавер, он подонок. То есть вот власть, это мерзость, значит, а святость и благородство, оно на стороне тех, которые этой властью отвержены. Смысл какой. Поэтому кульминация-то где наступает? Во время восстания, когда вот народ восстал против власти. Все основные сюжетные линии заканчиваются. Это июньское восстание в Париже 1832 года, про которое я еще расскажу. Когда буду 32-й год рассказывать. Вот, то есть пик, пик это революция. И свои вот эти левореспубликанские настроения он полностью передал своим персонажам. Поэтому это анархистский роман. Роман, воспевающий тех, кто восстал против власти. При этом очень выразительно написанный. Он хорошо проводит связь между традиционным европейским христианством и революционной идеологией, объединяя их фактически воедино. То есть, что революционеры 19 века, вот они как раз и есть. Новые святые христиане, так как они стали за угнетенных против угнетателей. И это у него очень так системно, образно представлено. Именно поэтому роман многих устраивал. И верующих, и неверующих, и революционеров, и реакционеров. Вот так как он вот смог это все объединить. 11 экранизаций, в основном, конечно, французских. Очень много дискуссий, потому что 19 век – это первый век модернизма. По сути, модернизм продолжается до сих пор. Все основные проблемы индустриарного общества уже тогда были. И так они разрешены, и они все в этом романе запутаны, и все изложены. Потому что он большой. Но персонажи. Ну, пожалуй, вот Фонтина. Такой персонаж, с которого надо начать. Это, значит, женщина, которую разворотил богатый студент, бросил. Она оказалась на фабрике. С фабрики ее уволили, когда узнали, что у нее незаконноурожденный ребенок. Казетта, да. Она вынуждена заниматься проституцией, Фонтина. Потом она болеет и умирает. То есть тут о чем? О старых порядках феодальных. По сути, она жертва представления о семье еще феодального. Вот тогда как раз Фурье говорит, что семья буржуазная. Никаких функций ей предназначенных не выполняет и является несчастьем для всех. И вот Гюго это все тоже показывает. То, что вот эти представления, что должен быть обязательно у нее муж официально, иначе она какая-то там, блядь. Это все приводит, собственно, к трагедии Фонтины. Убивает ее, хотя она совершенно невиновна. И тем более убивает вообще несчастную девочку Казетту, которая вообще тут ни при чем. Она просто маленькая. Никакой вины она не может ни за мать, ни за что нести. То есть вот общество своими установками иерархическими уничтожает молодую девушку Фонтину и еще более маленькую Казетту. Вот они выглядят как жертвы государства с самого начала. Ну, несчастная вся вот эта жизнь Казетты, которая проходит в условиях, когда деньги и власть все определяют. А она ребенок, который нет у нее ни денег, ни власти. Но тем не менее, на ней же нет никакой вины. То есть она просто маленькая девочка. Вот это тоже показано. Это критика общества. Вот Фонтины и Казетты, почему я с них начинаю, это критика общества. По сути, своей Казетта, когда ее Вальжан взял, она дальше никак себя не проявляет. То есть вот она... Почему все-таки романтизм, он должен был, если бы реализм, изложить какие-то ее реальные мотивы поведения? Ничего такого нет. Вот Казетта, она просто вот должна быть хорошей, весь роман, и на весь роман хорошая. Почему она хорошая, непонятно. При таком несчастном детстве. Она полностью подчиняется Вальжану. Ну вот, в общем-то, и все. Эпонина, которая дочка Тенардия, она более реалистична. По сути, вот Казетта Эпонина, это такая вот дилемма. Но опять же, поскольку она реалистична, она и злая. Персонажи следуют бинарным схемам романтическим. То есть вот Казетта романтическая, такая святая жертва. Эпонина злая интриганка. В жертву этим схемам романтическим приносится реальный какой-то... В жертву им приносится реализм. То есть какие-то вот мотивы их не объясняются. Почему Эпонина там всегда злая, почему Казетта всегда добрая и так далее. Это плохо, но вот, тем не менее, внутри такого романа это работает на то, что четче все показано, что четче все. Четче все контрасты между персонажами и, соответственно, идеях лучше показаны. Гаврош, тоже жертва общества. Ну вот Гаврош вообще вот как бы анархист как таковой. Сын трудового народа, у которого нет отца. То есть он без всякого контроля со стороны общества, он беспризорник. При этом он самостоятельно выживает. Вот этот самый класс индивидуальных производителей. Самостоятельно выживает. И в конце присоединяется к революции и гибнет. Вот тут целостно все. Беспризорники, все, сироты. Вот они в первых рядах революционеров и идут. Жан Вальжан. Сейчас, там, сюда, наверное, его надо. Значит, что такое Жан Вальжан? Это сначала каторжник, который под влиянием... Сначала он на всех обозленный. Его по несправедливости на каторгу запихали. За мелкую кражу, много лет каторги. Потом он под влиянием католического священника становится христианином Жан Вальжан. Он, самое главное, что он мелкий предприниматель. Вот если социальный-то анализ берем. Кто такой Вальжан? Он же сделал фабрику небольшую. И на доход из этой фабрики он пытается делать добро. Он демократически побеждает на выборах мэра. Он спасает козету. И так далее. То есть это представители этих самых индивидуальных производителей, которые последовательно добрые. По сути, вот Гюго на их точку зрения и становится. Что люди труда, а вот они и есть самые благородные. И они отвержены обществом. Это все у нас символизирует Вальжан. В то же время в пару к нему идет Тернардье. Тернардье тот же самый класс мелких собственников. Тернардье тоже владелец небольшого... Что там у него? Кабак какой-то был, какой-то таверный. Но в принципе это по уровню Вальжана. То есть это мелкие предприниматели. Те же самые. Тем не менее Тернардье делает последовательно зло. А Вальжан делает последовательно добро. У них один класс. С точки зрения марксизма необъяснимо. Вот это лучше объяснять по Аристотелю. Что только у среднего класса есть реальный выбор. Вот Аристотель говорит, что бедные просто заняты выживанием. У них выбора нет. А богатые скованы своим богатством. Боятся его потерять. Больше ничего не умеют. Только паразитировать. В связи с этим у богатых тоже выбора нет. Это еще Аристотелю греков говорил. Реальный выбор есть у среднего класса. Вот выбор моральный есть. Вот Тернардье стал злым, а Вальжан стал добрым. Они осуществили выбор. Ну и, в общем-то, по логике левого либерологии ГОД только на таких, как Вальжаны, стоит опираться. То есть на сознательных и благородных представителей среднего класса. Вот они должны сделать революцию, и революция там и показана. Вместе с Гаврошем, со всеми такими пролетариями уже совсем бедными, с газетой. Фонтина же кто у нас? Рабочая, пролетарка. На самом деле показано, что они едины. Вот мелкий предприниматель Вальжан спасает дочь рабочей Фонтины, спасает газету. Вот все группы трудящихся, они для ГОД едины в своей борьбе против власти. Чем у нас власть представлена? Жаверам. Жавер – это мерзавец, который все время хочет исполнить какой-то закон. Он преследует поэтому Вальжана, так как Вальжан – белый каторжник. Несмотря на все добрые дела Вальжана, с точки зрения государства, он должен быть уничтожен. Вот, собственно, Жавер изображает негативное государство. Анархистский роман. Добрый преступник и злой полицейский. Среди полицейских нет никаких положительных героев. Положительные и отрицательные может быть только среди трудящихся. Все представители власти или буржуазии – все плохие, ОГИКО. Вот такой социальный взгляд на жизнь. Помимо этого социального проекта, который для модерна важен и понятен совершенно, то есть конфликт власти и индивидуальных производителей, конфликт власти и трудящихся, или власти и собственников. Есть еще другие темы, такие какие-то психологические и так далее. Такие, допустим, как отношения отцов и детей. Вот там Вальжан, Казета или Желенарман, Мариус. Там вот эти вопросы отношения с младшим поколением разбираются. Они пытаются контролировать всех своих детей, это у них не получается. Проблема преступления и наказания. Допустим, наказание Вальжана не соответствует его преступлению. Наказание Фонтины не соответствует тому, что она делает и так далее. То есть, какое наказание чему соответствует. И что такое настоящее преступление. Вот это вот все. Юридическая проблема. Проблема вины. Кто что делать и кто виноват. Там тоже есть. Проблема правды. Вот все-таки Вальжан, он хотя и добрый, он все время лжет. Потому что это позволяет ему выжить и делать добрые дела. А Тенардие тоже все время лжет, но чтобы получить прибыль. Вот что такое правда, что такое ложь, чему должны служить. Проблема прощения. Никто там никого не прощает. Всем мстят до конца. Абсолютно все. И Тенардие, и Жавер, там все страшно мстительные. Вот такой жестокий модерн. Вот христианство там есть, но из христианства про прощение никто не усвоил. Ну, видимо, и правильно, и не надо прощать, я думаю. Но в отверженных никто ничего не прощает. Проблемы законы и человечности. Вот епископ проявляет человечность. То есть, он понимает, что перед ним беглый каторжник, но он его прощает. А Жавер не прощает. Вот что лучше, закон или гуманность? Долг. Что такое долг? Там все абсолютно тоже в долгу. Вот я говорю, все-таки для западного сознания характерна ответственность за собственные решения, которую нам трудно понять, так как у нас всегда государство все решает, и мы всегда его всем обвиняем. А личная ответственность у нас ослаблена. Вот там они все... У них этого нет. Они там все, во-первых, испытывают какую-то вину, и все считают, что они что-то кому-то должны. Вот проблема долга у них обширна. Вот Жавер считает, что он государству должен. Мариус там считает, что он должен Тенардией и так далее. Вальжан считает, что он должен епископу, должен Фонтинии и так далее. У них у всех какой-то долг, и он над ними, над всеми тяготеет. Поэтому Гаврош, кстати, симпатичен, Гаврош никому не должен. Гаврош на все плевал. Но это потому, что он маленький, вот станет большим, тоже будет мучиться виной и долгом. В общем, сложное произведение, как я уже говорил, оно написано в самом начале индустриального периода. И это роман о революции. Вот как индустриальный период продолжается, так и революции продолжаются. Вот буквально же прошли всякие арабские революции, украинские революции. Мы сейчас находимся, видимо, в начале очередной российской революции. Идет война за подавление украинской революции. Все тоже ведь, примерно же все так же, как описывал доктор Гюго. Ничего же не поменялось. Проблемы принципиально те же. И проблемы, которые были в начале XIX века поставлены, они теми же и остаются. И социальные вот эти описанные, и политические, да и все психологические, о которых Гюго говорит, это делает роман актуальным до сих пор, как и, в общем-то, все творчество Виктора Гюго. Виктор Гюго. Виктор Гюго.